У нас сегодня интересная тема, кириллическая доменная зона. Что это? Я на самом деле не буду здесь из себя изображать знатока. Знатока я пригласил сегодня в студию к себе прямого эфира, чтобы он нам рассказал, что это такое, куда мы идем, зачем мы идем. Но я хочу сразу сказать, почему-то вот такое странное событие у нас начинается. Значит, идут письма с благодарностями в адрес моего сегодняшнего гостя. Ну, анонсы, понятно, везде развешаны, что называется, но тем не менее. Сегодня у меня в гостях Алексей Королюк, член рабочей группы по разработке правил регистрации доменных имен в домене RF, генеральный директор компании REC.RU. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот смотрите, значит, Армен пишет. Ну, я тоже не буду делать вид, что я вас не познакомил с той частью письма, которые уже пришли. Армен вас благодарит, значит, вашу компанию, лично вас, и пишет, что это один из немногих регистраторов, которые повернулись лицом к клиенту. Я даже боюсь вас спросить, а как другие ваши коллеги, чем повернуты клиентам? Ну, наш сектор рынка, он имеет определенную историю, и, как вы помните, раньше именно регистрация доменных имен, обслуживанием и такими подобными вещами занималось госутверждение Росней Рос, это было давно, когда домен RU только появился, 17 лет назад, и только 5 лет назад начали появляться независимые регистраторы, коммерческие организации, которые обслуживают доменные имена не просто за деньги, а за деньги делают это хорошо. Потому что раньше дело государства тоже за деньги, причем за гораздо большее. Но как всегда не очень, да? Да, и, соответственно, компания RU, это на данный момент времени один из лидеров индустрии, и мы за 3 года сделали очень большой рывок именно в развитии, потому что 3 года назад мы появились как организация, и начали принимать на обслуживание доменные имена. Сегодня занимаем, соответственно, значительную долю рынка, у нас более 600 тысяч доменных имен на обслуживание. Поэтому мы стараемся к каждому клиенту относиться хорошо. Это солидно, да? Это очень много, да. Всего в доменные .RU около 3 миллионов, у нас около 650 тысяч. Соответственно, мы второй по крупности регистратор в стране. А если сравнить, допустим, с американскими... Ой, мы очень маленькие детки. Совсем маленькие, да? Мы еще очень маленькие, нам вот 5 лет как раз. Я вот насколько понимаю, все, что относится к Соединенным Штатам, это .com, да? Да, 72 миллиона доменных имен, и крупнейший регистратор управляет 30 миллионами доменов. Значит, а у нас сколько, простите? У нас 3 миллиона доменов. 3 миллиона, да? Вот-вот скоро будет. Даже как-то вот стыдно считать, во сколько раз мы меньше. На самом деле, отнюдь не стыдно. Весь мир работает на то, чтобы зона .com росла как на дрожжах, потому что латинские... То есть опять на американцев работают все? Абсолютно верно. Ну, ведь американцы придумали интернет, конечно же. К сожалению, не совсем это правда, но легенда именно такова. А почему не совсем правда? Ну, потому что ученые со всего мира участвовали в этом. Это же научная сеть. И ученые со всего мира, и в России в том числе, в Курчатском институте, еще в далекие 80-е годы, первые шаги совершались именно вот в части развития интернет, когда объединялись независимые институты. Американцы опять молодцы, Алексей. Себе все взяли. Они сделали бренд, безусловно. Да, они сделали бренд интернет, .com, и это огромнейшая действительно индустрия, которая развита как телекоммуникация. Ваше мнение, эта индустрия, этот сектор в России набирает обороты? Вот есть ли положительная динамика? Что вы видите? Ежедневные темпы роста нашего рынка не менее 60% плюс. Поэтому это очень много, это очень быстро и бурно. Если говорить цифрами, то все достаточно интересно выглядит. Первый миллион доменных имен был зарегистрирован за 15 лет жизни домена. И потом за последующий год был преодолен второй миллион, и вот сейчас мы преодолеем третий миллион всего за 9 месяцев. Поэтому скорость развития очень быстрая. 60% в год — это нормальный темп развития последнего года. Это, как правило, юридические лица? Абсолютно нет. Очень много физических лиц, юридические лица составляют процентов 55-60. Много — это сколько? 55-60, да? А все остальное — это физики, да? Да. А какой интерес? Вот они, вы общаетесь с клиентами, да? Для чего они? Есть целый тренд. Это такая развлекуха или вот нечто другое? Вы знаете, это тренд, это образ мышления. Интернет становится персональным. Есть даже такой лозунг в одной из наших рекламных компаний, который четко отражает социальный срез. Все хотели бы иметь почту на собственном домене, и, наконец-то, писать не там «Иван Пупкин 2072 собака mail.ru», а, наконец-то, иметь имейл нормально «Иван собака ivanov.ru». Ну вот, и это здорово, это персональный подход, это возможность какие-то организовывать собственные сервисы, развивать свою личность, выкладывать свой блог не просто где-нибудь там на livejournal слэш юзер слэш «Вася Пупкин 2072», а иметь это то же самое на своем домене «Ivanov.ru», например. И это все возможно. И это все возможно, причем сейчас очень легко это делается, используйте все эти сервисы. И все больше и больше людей в России захватываются и идут на это. Да, это тренд. Великолепно, что есть чувство того, что хочется самовыразиться в сети, и сейчас для этого есть все возможности. Используйте самые современные сервисы, которые предлагают нам известные социальные сети, прежде всего, потому что это возможность влиять на большое количество аудитории. Попробуйте начать с самого простого. А что вот у одной сети возникли проблемы, я тут смотрю? И все бурно это стали обсуждать? Ну вы же видите, какая температура. Представьте себе, что происходит в рамках... Нет, же железо плавится. Да. Да? Именно это и происходит сегодня. Мы знаем об этом не по-настоящему. Алексей, вы меня пугаете в буквальном смысле. Да, у нас несколько сотен серверов собственных в распоряжении, и они все плавятся почти. Просто очень жарко. Ни одно московское... А может быть перебросить их куда-нибудь, я не знаю, там по севернее? Отлично, в Антарктиду, но там нет интернета. Там нет. Туда еще не дошли? Да, он очень медленный. Там только через спутник можно что-то сделать. Идем дальше. 730-73-70, финам.фм. Это наш телефон и сайт в интернете. Добрый вечер. Алло, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий, вы есть в интернете? Конечно, есть. Есть и компания наша есть, и, в общем, давно там общаемся. Соответственно, вопрос, если можно, очень такой горячий, живой и острый, и чисто практичный. Вот именно вот руководители компании рек.ру. Вот недавно, значит, оформили взаимоотношения с этой компанией. Спасибо вам, кстати, большое, очень оперативно, очень все четко. Так вот, значит, вопрос такого плана. Значит, мы оформили взаимоотношения, мы оплатили заявку на регистрацию интересующего нас доминого имени, да, вот именно РФ, да. Вот, соответственно, как нам объяснили, что в сентябре месяце будут происходить какие-то аукционы, да, и не факт, что это имя будет принадлежать нам. И, соответственно, хотелось бы, ну, аукцион будет, соответственно, не по деньгам, а по времени подачи заявки. Если мы будем единственными, да, кто претендует на это имя, то, соответственно, мы, естественно, по факту его получим. Так вот, меня интересует прозрачность этих аукционов, как бы, да, и как вот, кто это будет контролировать, как бы, да, и вот уровень порядочности и так далее. Да, спасибо, Дмитрий, а что значит уровень? Вы их похвалили, да, как минимум, в самом начале. Что, вы теперь усомнились в их порядочности? Аукцион проводит при этом не Регру, а наш регулятор отрасли Координационный центр национального домена сети интернет. Если можно, я там несколькими фразами, чтобы было всем понятно, о календарном плане, как мы это говорим, внедрение домена РФ. Вот сегодня стартовал очередной период приоритетной регистрации, когда право зарегистрировать домен здесь и сейчас, получают средства массовой информации, юридические лица по полной организационно-правовой форме, некоммерческие организации. Соответственно, для них это право приоритета. Они могут, не влияя ни на что, опираясь на официальные документы, получить соответствующее доменное имя. На самом деле, с большими ограничениями все делается. Нельзя получить домены, там, каких-то супер-пупер имен. Там, бизнес, я не знаю, там, стол, стул и так далее. Существует огромное количество ограничений. Можно получить домены имя ООО «Ромашка», например, или по названию средства массовой информации. Так что сегодня было зарегистрировано более полутора тысяч доменных имен за один день. Сейчас в реестре домена РФ находится порядка 15 тысяч имен. То есть вот на сегодняшний день, начиная с 25 ноября прошлого года, зарегистрировано всего 15 тысяч имен. Это все правоудатели товарных знаков. На сегодняшний день это организации, юридические лица, средства массовой информации. Для них период установлен приоритета до 15 сентября этого года. Мы принимаем до этого момента заявки. После этого возникает тайм-аут для того, чтобы разобраться в спорных вопросах, получить все необходимые судебные иски, которые, кстати, на сегодняшний день уже существуют среди разных правообладателей. Вот, и они между собой борются за доменные имена для того, чтобы получить... Судебные разборки уже начались, значит, да? Уже начались, их достаточно много. И как только закончится период приоритетной регистрации, возникнет приблизительно месяц тайм-аута, и в конце октября, начале ноября возникнет премиальный период. Премиальный период — это есть аукцион. Аукцион по принципу голландского. Идет максимальная ставка первый день — 10 миллионов рублей. Затем идет ставка на понижение — миллион рублей в следующий день. 750 тысяч, и далее вниз до 10 тысяч рублей. Этот период продлится почти полтора месяца. Он закончится в середине декабря, может быть, в начале декабря, если его сократят. Точный регламент появится только в августе этого месяца. Его сейчас утверждает координационный центр, а мы являемся просто подчиненной организацией, которая может работать с населением. Соответственно, как только об этом будет что-то известно, вот уже точно на бумаге выложено, мы сразу же уведомим всех наших пользователей. Наш слушатель, который звонил только что... Дмитрий, да, говорил именно о том, что мы принимаем заявки уже на период, который идет после аукциона, потому что в любом случае на аукционе будет зарегистрировано порядка 10, может быть, 12 тысяч доменных имен. А какие-то доменные... И причем это будут самые-самые словарные слова, тренды, название предприятия, что-то еще, то, что может быть очень интересно с точки зрения коммерции. А более сложные или двухсловные имена, трехсловные имена, или какие-то более сложные, они останутся после аукциона. Вот мы принимаем сейчас заявки на первое мгновение открытия открытой регистрации, которая наступит по нашему предварительным данным в середине декабря. И стоимость регистрации будет 1200 рублей за доменное имя.